Итак, первая эстафета в нынешнем сезоне. И совершенно логично, что здесь команды получили свои стартовые номера по итогам сезона прошлого. Итак, в зачете эстафетных гонок в сезоне 2020-2021 победу одержала сборная Норвегии. В прошлом сезоне норвежцы дважды поднимались на первую ступень пьедестала почета и трижды занимали вторые места. На второй позиции была сборная Швеции, Франция номер три. Четвертая позиция была у сборной Германии, но и сборная России получила сегодня пятый стартовый номер по итогам прошлого сезона. Италия шестой, Австрия седьмой, Украина восьмой. Конечно же, всех интересуют составы играющих команд, и я вам скажу, они сильнейшие. Ну, по сути дела, сегодня первая предолимпийская ремпетиция эстафетная. Но для подтверждения скажу, команда Норвегии выступает в своем чемпионском составе. В том составе, в котором она выиграла. Разве нет? Николай сомневается. Так, потому что буквально за несколько часов до старта сегодняшней гонки в составе сборной Норвегии произошло одно изменение. Вместо традиционного забойщика Стурла Холма Лагрейда сегодня гонку бежит Сиверт Бакен. С чем связана эта замена, пока не совсем понятно, но будем, что называется, разбираться. И вполне возможно уже в скором времени получим ответ на этот вопрос. Спасибо за очень верную поправку, но уж команда Швеции в своем действительно серебряном составе последнего чемпионата мира. И в этом составе еще трое олимпийских чемпионов. Также сильнейшим составом команда Франции, команда России. В квартете трое бронзовых призеров последнего чемпионата мира. Ну, наверное, этих примеров хватит, хотя можно продолжить. Давайте отметим все-таки 10 номера, красный номер, это стартер команды Чешской Республики Михаил Корчмар. После, в прошлом году, довольно тяжелый, тяжело он перенес ковид. И вот в этом году, кстати, какое-то такое новое рождение. Ну, я имею в виду его, конечно, физическую готовность переживает Корчмар. Хотя ярких пока выступлений у этого спортсмена-призера Олимпийских игр и чемпионатов мира не было, но стабильность уже прежняя заметна. Ну, и вот сейчас спортсмены уже подходят к первому огневому рубежу. Давайте скажем несколько слов о погоде. Сегодня в Остерсунде достаточно прохладно, как, собственно, и все предыдущие дни. Температура воздуха порядка минус 9 градусов, снег 4,5. И влажность традиционно очень высокая, 85%. Ну, и что касается ветра, 7 километров в час по состоянию на данный момент, что, в общем, является абсолютно некритичным, о чем нам в том числе говорят флажки, которые вы видите сейчас на ваших экранах. Они показывают, что ветер абсолютно рабочий. И, соответственно, мы можем сегодня ожидать очень хороших результатов в стрельбе. На первом этапе за сборную России бежит Карим Халили. Тренерский состав принял такое решение. Следим за стрельбой. Итак, молодец, Карим справляется без дополнительных патронов. Сборная России будет в лидирующей группе. Есть проблемы у шведского спортсмена. Вы видите, потребовался уже один дополнительный патрон. Берет второй. Ну, а Бакен уходит лидером после первой стрельбы. Следом за ним Эрик Лессер, сборная Германии. Дальше сборная России. Халили. Тачизаки из сборной Японии. Фабьен Клод. Представитель сборной Бельгии. Швейцария. Ну и далее, что называется, по списку. Французы пока на одиннадцатой позиции. С одним дополнительным патроном сборная Франции преодолевает этот рубеж. Что касается сборной Норвегии. Ну да, она пока лидирует. Все верно. Ой, как жаль, что сегодня нет Лаграйда на первом этапе у норвежцев. Потому что мне бы очень любопытно, и не только мне, конечно же. Всем было бы любопытно посмотреть на такую не виртуальную, но реальную дуэль. Саида Каримулы-Халили. Видите, когда-то российский биатлонист выигрывал в юниорских соревнованиях у норвежца. Который, ну вот, уже в возрастной категории, что называется, далеко убежал от российского спортсмена. Ну и пока, судя по началу, заменивший Лаграйда Бакен тоже выглядит весьма презентабельно. Ну и давайте еще представим за команду Белоруссии по 12 номеру, который выступает на первом этапе Сергей Бочарников. Казахстан на стартовом отрезке представлен Александром Мухиным. Молдова, которая практически всем составом выступает экс-россиянами. Максим Макаров. За Украину Артем Прима. Команда Украины под номером 8. Итак, второй круг, 2,5 километра, бегут биатлонисты. Ну и раз мы вспомнили здесь прошлый сезон, я думаю, что не лишним будет напомнить о результатах прошлогоднего чемпионата мира, который состоялся в Словенской Поклюке. Тогда победу одержала сборная Германии, на второй позиции финишировала сборная Швеции. Ну а команда России замкнула тройку сильнейших. Что касается сегодняшних результатов после первого огневого рубежа, то неудачником на первом огневом рубеже можно смело назвать Пепе Фемлинга и сборную Швеции. Один штрафной круг заработал Пепе на лёжке. 47 секунд сейчас отставания сборной Швеции, которую считали одним из фаворитов сегодняшней гонки. Ну и не надо сбрасывать икса счетов, учитывая, что Самуэльсон, их лидер и новый лидер Кубка мира, выигравший, кстати, напомню, два спринта здесь в Остерсунде, будет бежать на последнем этапе. Ну и другие участники шведского квартета, ребята крепкие. Отметка 3,8. Норвегия по-прежнему лидирует. Отставание сборной России незначительное, но я бы даже сказал символическое, минуту и секундой шесть десятых. Ну и буквально двумя днями ранее здесь в Швеции в Остерсунде состоялась спринтерская гонка у мужчин, победу в которой в очередной раз отпраздновал Себастьян Самуэльсон, это его уже третья победа в карьере. На второй позиции финишировал Эмельян Жаклен, это его 14-й подиум. И Фион Мае замкнул тройку сильнейших, 35-й подиум для товарища по сборной Эмельяна Жаклена. Эдуард Латыпов был лучшим из россиян, он финишировал в гонке четвертым, не допустил ни одного промаха и проиграл лидеру 26 секунд. Александр Логинов финишировал 13-м, Александр Поварницын 28-й. Напомню, что Александр Поварницын заменил Евгения Гораничева и был вызван с кубка IBU. Карим Халили финишировал 33-й, Василий Томшин, который заменил Матвея Елисеева, 39-й. Ну и не задалась гонка у Даниила Серохвостова, который завершил ее на 74-й позиции. Четыре штрафных круга, три из них были допущены на лежке, три промаха. Но, как сказал сам спортсмен в интервью после гонки, он отметил, что был очень сильный мороз, очень сильно замерзли руки. Не смог он отогреть пальцы перед первой стрельбой, практически не чувствовал спуск и поэтому допустил такое количество ошибок именно на лежке. Тренеры верят в Даниила. Сегодня дали ему возможность проявить себя в составе эстафетной команды. Сегодня Даниил бежит на втором этапе. Ну вот в 10 секундах 8 команд перед второй стрельбой и сломанная палка у какой же команды, не видно, но у итальянцев. Но вовремя кажется поменяли, если и потеряно, то совсем немного секунд. На одном из последних спусках Халили как-то тревожно такой делал массаж, стучал по мышцам бедер так довольно отчаянно, даже сильно, как мне показалось, рукой. И неужели сводит? Не так уж и морозно, в общем-то около 10 градусов, хотя температура потихонечку понижается. Я думаю, что таким образом он просто отогревает руки. Это такой обычный, на самом деле, прием. И вот сейчас наверняка обратили внимание, что убирает руки за спину для того, чтобы нивелировать силу ветра, да, то есть чтобы не обдувал руки лишний раз. Здесь видно, что довольно холодно, и на самом деле не только россияне испытывают здесь проблемы, об этом говорили и норвежцы. Например, Ветли Шостат Кристиансен говорил о том, что не привык бегать в таких холодных условиях, что очень сложно с этим морозом справляться. Хотя мороз-то не такой и сильный, всего-навсего 8 градусов. Но по себе знаю, что когда привыкаешь к нулевым отметкам, потом в мороз становится достаточно тяжело. Итак, вторая стрельба в исполнении лидеров. Говорить, наверное, о точности стрельбы в этих упражнениях, точнее в эстафете, наверное, оглядываясь на ту статистику цифры, которую обычно мы даем, вряд ли здесь стоит. Есть необходимость. Все-таки стрельба с дополнительными патронами – это совсем другая тактика. Итак, Лессор и Бакин обходятся без дополнительных патронов и уже отправляются на дистанцию. Швейцарец отработал без штрафа. Халили имеет проблемы и уже восьмой патрон на одну незакрытую мишень. Один на один. Молодец, Карим справляется. Очень быстро он начал стрелять и, не знаю, возможно, это какая-то летняя наработка, возможно, тренерская установка. Но, как мне кажется, на первом этапе все-таки необходимо работать наверняка. Необходимо работать очень стабильно, пусть немного медленнее соперников, но, тем не менее, стараться обходиться без дополнительных патронов для того, чтобы не получать вот такой просвет. Сейчас сборная России уступает лидеру 18 секунд. Мы пока на седьмой позиции. Лидирует по-прежнему сборная Норвегии, далее Германия и сборная Чехии. Тройку разделяет всего лишь на всего полторы секунды. Бакин оправдывает все авансы и не стушевался на первом этапе. Ну, если даже он не будет первым абсолютно на передаче, то, безусловно, провел свой отрезок прекрасно. Наверное, такие же комплименты нужно сказать и в адресе Корчмара. Но уж не говоря про самого опытного в этой лидирующей тройке Эрика Лессера из Германии. Артем Прима, вот кто еще с десятью патронами поразил все десять мишеней. И сейчас он команду Украины держит на шестом месте. А вот Бочарников шесть в общей сложности дополнительных патронов на двух рубежах. И команда Беларуси почти минуту проигрывает лидерам. Ну и рядом с ними, с белорусами, казахстанский Мухин. Ну и обратите внимание, как здорово справляется с первым этапом относительный дебютант сборной Норвегии. Зиверт Гутурмбакен блестяще отработал на огневом рубеже. 23 года всего лишь навсего этому спортсмену. Он родом из Лилихаммера. Предпочитает в свободное время заниматься велосипедом. Любит лыжные гонки. Ну, странно, если бы норвежец не любил лыжные гонки. Тем не менее, тем не менее, я думаю, что это заявка на попадание в состав основной норвежской команды, которая в нынешнем сезоне, конечно, имеет очень серьезные шансы на то, чтобы повторить успех прошлогодней. Тем более, что впереди Олимпиада. И здесь, конечно, все команды держат ее под прицелом. Ну и давайте обратим внимание, конечно же, на чемпионов мира эстафетных 2020 года французов, за которых неплохо проводят свой отрезок. И, судя по всему, Фабьен Клод, третий номер красный, подойдет сейчас к лидирующему дуэту. Кстати, за собой подтащит и швейцарскую команду, которая выступает под номером 13. И здесь ее представляет тоже нужно, конечно, обязательно в адрес этого спортсмена сказать добрые слова. Себастьян Шталден. Следим за Каримом Халили. Сейчас на отметке 6,3. Халили уступает 16,8. Напомню, что после второй стрельбы отставание сборной России было 18-секундным. Таким образом, Халили бежит быстрее баки на этот отрезок, что не может не радовать. Да, вот Артем Прима, украинец, увы, уходя на последний круг шестым, уже в компании с Австрией, Италией, где-то в конце десятка. Сборная Швеции, которую представляет ПП Фемлинг, справляется со стойкой. Один дополнительный патрон потребовался шведу, но отставание сейчас уже в районе минуты. А если быть точным, минуту 11. Вот такой вот разворот гонки на самом стартовом этапе. Перехвалил немножко я Шталдера. Он потерял контакт с Фабиеном Клодом, но все равно швейцарец выглядит так неожиданно хорошо. Итак, пока группа лидеров состоит из двух спортсменов. Бакен и Эрик Лессер ведут ожесточенную борьбу. Следом за ними Фабиен Клод и не уступает практически француз. Наоборот, даже приближается он к лидирующей паре спортсменов. Ну и смотрим за Халили. Халили пока идет вплотную за Чехом. Микаэл Корчмар здесь борется, пытаясь сохранить скорость до самого финиша. Но Чехи, мы знаем, что очень опытная команда, которая умеет хорошо стрелять и, соответственно, может побороться в эстафете за самые высокие места. И посмотрите, Клод догоняет и норвежца с немцем. И сейчас будет передавать эстафету в лидирующей группе. Ну, Фабиен Клод неплохо выступал на предыдущих гонках. У него был один раз и шестое место в спринте. Правда, вот в последнем спринте 25-е. Ну, а я вот порадовался бы из Эрика Лессера. И он проводит свою лучшую гонку в этом сезоне. В отличие от всех предыдущих индивидуальных, которых он остался даже без кубковых очков. Итак, второй этап. За команду Германии Роман Рейс, номер 4. За команду Норвегии Тарри Бео, номер 1. За команду Франции Эмильен Жаклен, номер 3. Ну, а за сборную России бежит дебютант нынешнего сезона Даниил Серохвостов. 22-летний спортсмен. Что ж, желаем ему удачи. Это его дебют в эстафетных гонках на Кубке мира. Ну и посмотрите, здесь в числе лидеров на шестой позиции сборная Китая, с которой в этом олимпийском цикле работают Уляйнер Бьерн Далин и Дарья Домрачева. Кстати говоря, Дарья дала очень обстоятельное интервью представителям СМИ. Но я думаю, что мы расскажем об этом немного позже. А сейчас прервемся ненадолго и продолжим смотреть эстафету. Продолжение следует... 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 Это Нелин, к сожалению, свою команду отправляет сейчас в третий десяток текущей классификации. Да и не складываются пока дела у команды Белоруссии. Еще дополнительные патроны у Лазовского на втором этапе тоже оставляют в полутора минутах сзади от лидеров эту команду. Но ведь неспроста наше внимание приковано к сборной Швеции. Несмотря на то, что сейчас шведов нет в первой двадцатке сильнейших. Дело в том, что на данный момент Швеция лидирует в медальном зачете Кубка мира. У шведской команды, опять же подчеркну, на данный момент четыре награды. Три из них золотые, одно серебро. На второй позиции сборная Норвегия. Два золота, два серебра и две бронзы. Итого шесть наград. Ну а сборная Австрии замыкает тройку сильнейших с одним золотом и одним серебром. У сборной России до настоящего момента медалей на Кубке мира не было. Главный тренер сборной команды России Юрий Каминский. Подсказал, наверное, как раз ту рекомендацию, которую Николай Кругов только что напомнил своему подопечному Серохвостову. А я бы еще обратил внимание на этом этапе на итальянца Томаса Джакамеля. Он такой же молодой, как и Даниил Серохвостов, а запомнился своей эстафетной гонкой в прошлом году в Оберхофе, оказавшись вот на втором этапе в такой же ситуации, в которой сейчас и Серохвостов. И тогда Джакамель получил первым эстафету, долго держал лидерство. Ну, все-таки его после второго этапа, наверное, так будет точнее. Ну, неважно. В общем, Джакамель тогда получил, ну, неоценимый опыт. Мне кажется, Серохвостов сейчас гораздо увереннее себя чувствует, но впереди стрельба стоя. Да, будем надеяться. Сейчас, конечно, я думаю, очень волнительно для Даниила проходит эта гонка. Представляю, какое эмоциональное напряжение он испытывает. Все-таки дебютировать на Кубке мира, дебютировать в эстафете, получить право бежать в эстафетном квартете. И сейчас лидировать в гонке, это, конечно, скажу я вам, не очень просто, не очень легко. Николай, а твой хороший знакомый Симон Эдер, представляющий австрийские интересы, тоже сейчас в головной группе. И он вот буквально вместе с Дмитрием Педручным, ну, немножко отстав от него все-таки, Педручный помоложе, побыстрее. Но для команды Австрии оставляет неплохие шансы для успешного продолжения эстафеты. Да нет, Эдер зацепился за украинского спортсмена. И таким образом они примерно с одной скоростью идут сейчас и с Сероквостовым, и с Бео, и с Ресом. Ну, в эстафетной гонке, как я уже сказал, очень важна стрельба, качественная стрельба, быстрая. И здесь, конечно, Симон Эдер один из, наверное, лучших спортсменов среди биатлонистов по этим показателям. Поэтому совершенно неудивительно, что сборная Австрии пока борется за самые высокие места. Максим Максимов, наставник сборной России по стрельбе, вместе с Виктором Мазе смотрят внимательно в трубу. Но давайте последим за тем, как спортсмены будут работать на стойке. Ветерок все-таки присутствует. Дрогнул, дрогнул. Но не все потеряно у Сероквостова. Еще есть запасные боеприпасы. Но вот Эдер, который все-таки, если брать такой продолжительный период, можно назвать его самым метким, самым точным биатлонистом. Но и он мажет. Как и мажут практически все остальные, за исключением Тария Бео и Дмитрия Педручного. Молодец. Сероквостов, несмотря на два дополнительных патрона, собрался. Думаю, что поторопился он с последним выстрелом. Я имею в виду тот, который он делал из обоймы. Промахнулся четвертым и тут же добил пятый. Видно, сказывается волнение, я думаю. Но, тем не менее, нашел в себе силы собраться. И сейчас сборная России по-прежнему остается в группе сильнейших. На четвертой позиции Даниил. Ну, уступаем мы лидеру сейчас 22 секунды. Что, в общем, не критично абсолютно, с учетом того, что это уже практически окончание второго этапа. Остается всего лишь на всего два с половиной километра до финиша. Ну, а вот Якуб Стрецкий, Чеха. Ну, по-моему, ровесник он Даниилу Серохвостову действительно занервничал. И ему штрафного как минимум одного круга Чеху не избежать. Да и китайские спортсмены, фамилии которых всегда для нас труднопроизносимы, тоже постепенно начинают сдавать свои хорошие позиции после первого этапа. А на нем, наверное, надо привыкать произносить эти трудные фамилии. Бежал Фанг Минкчен. Потрясающие крупные планы показывает нам операторская группа. Тарий Бео был на ваших экранах. И Зигфрид Маза. Итак, Тарий Бео лидер. 9 секунд ему уступал после огневого рубежа. Дмитрий Педручный в сборной Украины. Симон Эдер. 21 секунду. И Даниил Серохвостов, который уже обошел Симона Эдера. Очень активно работает в этот подъем. Вы видите сейчас на экране Юрия Каминского, который подгоняет своего подопечного. Ну что же, очень неплохо выглядит Серохвостов в составе эстафетной команды. Я думаю, что это заявка на следующие эстафеты как минимум. На своем этапе пока он выглядит очень и очень убедительно. Француз Жаклен еще дважды промазал. Но, тем не менее, ход у него хороший. Хотя, пока, наверное, себя во всем отличие именно беговой обстановки, беговой подготовки проявить пока не может. Ну а Тарий Бео, наверное, все-таки не уступит Дмитрию Педручному, для которого Остер Сунт все-таки не постоянно, но периодически является таким довольно удачным, успешным и, может быть, счастливым местом. Итак, давайте посмотрим, каким будет отставание сборной России на отметке 13,8. 22 секунды было на выходе с Огневого. Сейчас 23. Это значит, что Серохвостов бежит в одни ноги с Тарием Бео. И это просто блестящий результат для молодого спортсмена. Жаклен, обратите внимание, уже так подустал прилично. 30 секунд отставания сборной Франции на выходе с Огневого. Оно было 32. Чуть-чуть быстрее бежит француз относительно Тарием Бео. Ну и здесь, наверное, можно сказать... Можно сказать о том, что Жаклен в целом доволен, как выступает после травмы. Он прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира, где он взял серебро с одним промахом, уступив лишь шведу Себастьяну Самуэльсону. Так вот, Жаклен сказал о том, что немного переборщил на первом круге, и на последнем его немного не хватило. Знал, что с девятью точными выстрелами с Самуэльсоном бороться будет очень сложно. Кстати говоря, аналогичную проблему, мне кажется, мы можем наблюдать и сегодня. Все-таки есть ощущение, что Жаклен немного сдает на финишном круге с точки зрения скорости. Ну так вот, возвращаясь к французу, он действительно доволен тем, как выступает после травмы. Не ожидал, что уже буду в форме в самом начале этого сезона. Сейчас я в порядке и горжусь этим. Посмотрим, как пойдут дела дальше. Все-таки в нынешнем сезоне самое важное – это Олимпиада. Я стараюсь каждый день выкладываться на все 100% и не слишком задумываюсь о том, в форме ли я на данный момент. Бедручный все-таки отыграл несколько секунд у Нарвежса. И сейчас выводят команду Украины на уверенную вторую позицию. Но, правда, в лидирующей группе, которую я определяю диапазоном 30 секунд от лидера, 7 команд и Серохвостов молодец. Финишный круг в его исполнении хорош. Он не дал Жаклену и компании, в которой еще австрийец Эдер, немец Рес и все тот же молодой Джакумель приблизится. Так что команда России на третьей позиции. Очень хорошая для стартующего на следующем этапе Александра Логинова. Ну а за сборную Норвегии на третьем этапе бежит Йоханнес Тинесбео. Сборную Украины представляет Богдан Цимбал. Ну и смотрим передачу эстафеты Даниила Серохвостова, который отправляет на дистанцию Александра Логинова. Что ж, я думаю, к Логинову мы еще вернемся. Ну и сейчас, конечно, наше поздравление Даниилу. Просто прекрасно он провел свой этап. Обратите внимание, 19-секундное отставание сборной России. Справился со стрельбой, был хорош ходом. В общем, отличный дебют. Молодцы. Молодец Даниилу. Молодцы, конечно же, тренеры, которые, несмотря на... Ну, теперь уже, наверное, мы можем, так сказать, провал спринтерской гонки на четыре штрафных круга. Все-таки доверили молодому спортсмену право бежать в эстафете. Неплохо провел свой этап. Яков Фак, капитан команды Словении. И вот он ее вывел сейчас в первую десятку. А эта десятка укладывается в одну минуту. Ну и для отметки 15 километров всего-навсего половина эстафеты. Я думаю, все те 10 команд, которые в этом интервале могут реально претендовать на призовой пьедестал. Удивительная, на самом деле, картинка. Давно мы такого не видели. Друзья, Серохвостов лучший ход на своем этапе показал. 2,3 он выиграл у Педручного. И 3,8 у Жаклена, который, в общем, в нынешнем сезоне выглядит более чем убедительно. Что ж, молодец Даниил. Тарий Бео проиграл Серохвостову 16,4 десятых. Что касается первого этапа, лучший ход был у Фабьена Клода из сборной Франции. 11 секунд ему уступил Карим Халили. И это второй ход. Но все-таки результат в биатлоне складывается из двух компонентов. И по этому итогу лучший результат на втором этапе у Дмитрия Педручного. Второй результат у Якова Фака, между прочим, но, правда, с отставанием очень заметным. 20 секунд на дистанции 7,5 километров, конечно же, это очень-очень много. У Серохвостова в этом смысле шестой результат на этапе. И Лазовский выводит команду Беларуси. Сейчас поднимает на несколько позиций. Пока 14-е белорусы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Но впереди еще и команда Украины, за которую на третьем этапе выступает Богдан Цимбал. В ближайшем преследовании сзади от Логинова Симон Дисио, Франция под номером 3, Оберхаузер, Австрия под номером C и Бенедикт Доль, Германия под номером 4. Впрочем, здесь же еще и Лукас Хофер. Кстати, у итальянской команды основные силы именно на заключительных двух этапах. Вслед за Хофером будет бежать и Уиндиш. Ну а тем временем Йоханнес Бео увеличил свое преимущество на 14 секунд относительно Цимбала. Логинов проходит отметку 17,1 с отставанием 24,4. На передаче этапов отставание сборной России составляло 20 секунд, а значит Логинов идет чуть медленнее Йоханнеса. Дистье проходит с отставанием 44 секунды. Йоханнес Бео, конечно же, обладатель Кубка мира, 12-кратный чемпион мира, хорош был в индивидуальных гонках. Пятое место на первом старте 20-километровом и третье и девятое, соответственно, в спринтерских гонках здесь в Остерсунде. Ну, у Логинова поскромнее были результаты, но тем не менее в спринте он, в отличие от своей стартовой первой длинной гонки, выступал, ну, тоже вполне убедительно для начала сезона. Но, что касается Цимбала, то, к сожалению, такой позитивной статистики у украинского спортсмена нет. Но мы видим, как сегодня многие спортсмены, которые не очень удачно выступали в личных соревнованиях здесь, вдруг проявили себя совсем иначе. Итак, у Йоханнеса Беб в нынешнем сезоне довольно скромный результат на лёжке, всего лишь навсего 85% точных попаданий. Аналогичный показатель у Цимбала. Что касается Александра Логинова, у него в нынешнем сезоне 90%. Но, тем не менее, скромный процент не помешал Йоханнесу справиться блестяще без дополнительных патронов. На первом огневом рубеже на своём этапе следим за стрельбой Логинова. За счёт стрельбы украинский биатлонист сокращает своё отставание от лидера. Ну и Логинов покидает стрельбище. Тоже в непосредственной близости. Но, мне кажется, Александр должен сейчас подобраться как минимум к украинскому сопернику. Молодец, Саша. 18 секунд отставания сборной России. Абсолютно рабочий гандикап. Ну и, кстати говоря, тренер сборной России Сергей Башкиров здесь дал достаточно обстоятельное интервью представителям СМИ, в котором сказал о том, что с Александром Логиновым очень хороший контакт наработан. Да, пока не всё складывается в нынешнем сезоне. У Саши были более серьёзные ожидания относительно начала. Разгоняется, пытается набрать необходимые кондиции. Но, тем не менее, чувствуется, что спортсмен на правильном пути. Такие выводы делает наставник сборной Сергей Башкиров. Группа преследования из трёх команд. Франция, Австрия, Германия развалилась после пятой стрельбы. И пока ближе всех к тройке лидеров Дистье Француз. Он отстрелял идеально чисто. Ну и, кстати говоря, Юрий Каминский здесь дал ответ на вопрос, почему всё-таки тренерский штаб принял решение поставить в эстафету Серохвостова, а не Томшина и Поварницына, которые пробежали спринт лучше Даниила. Так вот, Каминский сказал о том, что амбиции, это, конечно, здорово. Мы их приветствуем. И если эти спортсмены будут себя так проявлять, разумеется, им будет предоставлен эстафетный шанс. Попробуем всех обязательно. Ну а что касается Логинова, то Каминский сказал, что, в принципе, у всей команды есть моменты, в которых мы можем добавить, и Саша здесь не исключение. Вряд ли это повод для расстройства. Скорее, мотивация для работы в будущем. Поэтому я надеюсь, что Саша будет набирать форму и покажет те результаты, которые мы знаем он может показывать. Совсем мы забыли про шведов. Все-таки соревнования проходят на шведской территории. Но и Понсилуома ничем пока не может помочь своей команде, потому что отставание больше двух минут от лидеров. Ну и едва ли, наверное, Самуэльсону, который ждет своей очереди на финальном этапе, тоже придется здесь что-то заметное сделать, ну, чтобы хоть как-то реабилитировать за неудачи на первых отрезках. Эта гонка эстафетная, разумеется, входит и в общекомандный засчет Кубок Наций, который в этом году имеет свои особенности и свою особую важность. Так вот, после трех видов уже состоявшихся, и которые тоже пошли в этот рейтинг, команда Норвегии уверенно лидирует, чему мы не удивляемся. На втором месте команда Франции, а вот на третьем команда России. Украина и Беларусь замыкают первую десятку. Ну, кстати говоря, что касается Кубка Наций, здесь есть уже мнение президента Союза биатлонистов Виктора Майгурова. Он сказал о том, что в нынешнем сезоне как раз мужская команда, мужская сборная России может побороться за максимальную квоту на Олимпийских играх. Напомню, что она составляет 6 человек. И эту квоту получат те страны, которые окажутся в первой тройке Кубка Наций по итогам этапов Кубка Мира до Антхольца. Таким образом попадают все первые этапы Кубка Мира, и Рупольдинг, и Оберхоф после новогодние. После этого будет подведена черта и определена Олимпийская квота. В группе лидирующей остается, ну, правда, не на первых ролях, еще и команда под номером 13. Это команда Швейцарии, за которую на втором этапе весьма уверенно прошел ее лидер Бенджамин Вегер, ветеран, на счету которого уже несколько Олимпийских игр, больше 300 этапов Кубка Мира. Ну и вот в десятке швейцарцы остаются. Ну и что касается планов сборной России на Олимпийский сезон, опять же Виктор Майгуров сказал о том, что в первую очередь запланировали подготовку к Олимпиаде, но не сбрасываем со счетов и выступления на Кубках Мира. Промежуток времени между Кубком Мира и Олимпийскими играми мужская сборная, скорее всего, проведет на Семинском перевале, женская в Италии. И те, и другие будут на высоте порядка 1700 метров. Это как раз те условия, которые максимально приближены к Пекину. Ну и относительно медальных планов. Майгуров сказал, что минимальный успех – это две медали, одна должна быть золотой. Не важно абсолютно в какой гонке. Личная медаль, конечно, ценнее, но эстафетная тоже показывает, насколько сейчас команда сильна. Что ж, остается только желать, чтобы так оно и было. Я думаю, после сегодняшней эстафеты медальные планы некоторые команды скорректируют. И еще раз повторю, что действительно сильнейшими практическими составами с некоторыми экспериментальными моментами выступают сегодня, ну, этапами выступают сегодня квартеты. Ну, вот сейчас очень интересный момент, друзья. Йоханна Стинесбе на огневой позиции. В нынешнем сезоне у него 100% попаданий на стойке. 20 выстрелов он сделал по ходу нынешнего сезона и пока еще ни одного промаха не допустил. Посмотрим, удастся ли ему сохранить абсолютную точность после сегодняшней гонки. Пока, что ж, блестяще. Это уже четвертая гонка без промахов на стойке в исполнении Йоханнаса. И это несмотря на возможность пользоваться дополнительными патронами. Логинов, как мы и предполагали, добрал украинского спортсмена Цимбала и, хоть и Логинов ногами чуть-чуть уступил Йоханнасу Бео, совсем немного, 3-4 секунды ходом, но это неважно, потому что он выводит команду России на вторую позицию с отставанием около 20 секунд, но чуть больше. Молодец. Саша вот сейчас по-настоящему, по-взрослому отработал на стойке. Неоднократно в своих репортажах мы отмечали, что именно стоя он работает очень нервно как-то, торопится с выстрелами, пытается стрелять очень быстро и получает проблемы, себе наживает только тем самым. Сегодня аккуратно подошел, спокойно отработал ровный интервал между каждым выстрелом, хладнокровно, без дополнительных патронов, ушел на дистанцию. Посмотрите, 21 секунда отставания сборной России на данный момент. Мы вторые, и это, опять же, не может не радовать. Ну, а под третьим номером на третью промежуточную позицию выводит свою французскую команду Дистьё. Кстати, отмечающий сегодня день рождения. Ну, вот как не поверите, здесь в теорию биоритмов лучшей готовности в свои, вот как раз такие, дни. Не справился Цимбал со стрельбой, допустил один промах. Не хватило ему дополнительных патронов на то, чтобы закрыть все пять мишеней. Сейчас сборная Украины на четвертой позиции. Лукаш Хофер, сборная Италии, пятый. Бенедикт Доль на шестой позиции. Отставание сборных Украины, Италии и Германии уже больше минуты. Немножко поправляют свои дела и белорусские спортсмены, на третьем этапе за которых выступает Максим Воробей. И он сейчас держится где-то в начале второго десятка, но вот может поправить положение настолько, чтобы вернуться в топ-10. И вот только сейчас начинает стрельбу Мартин Понсилуом. Обратите внимание, больше двух минут уже проигрывает шведская команда. И сегодня, конечно, они не вмешаются в борьбу за, я думаю, даже первую десятку сильнейших. Два промаха допускает швед и прибегает к помощи дополнительных патронов. В одной минуте сейчас всего лишь четыре команды. Но, правда, Лукаш Хофер весьма быстрый, как известно, биатлонист, который держит сейчас команду Италии на пятой позиции. Ну, мне кажется, может подобраться сейчас к украинскому биатлонисту. Ну, а стало быть, борьба за призовые места остается по-прежнему довольно такой конкурентной с точки зрения численности этих претендентов. Йоханнес Бео уверенно проводит заключительный круг. Отставание Логинова после стрельбы составляло 21 секунду. Сейчас оно, видимо, немного увеличится. Посмотрим, насколько. Да нет, остается примерно таким же. 22 секунды с таким отставанием проходит Александр очередную отметку. Ну, а что касается Йоханнеса, то в нынешнем сезоне он пока только второй в общем зачете Кубка мира. Напомню, что Йоханнес был лидером общего зачета прошлого сезона. В этом году он был пятым в индивидуальной гонке, третьим в первом спринте и только девятым в спринте на этом этапе Кубка мира. Ну, что ж, лидерство команды Норвегии, конечно, никого не удивляет. В прошлом году они выиграли эстафетный кубковый зачет. На их счету было две победы и четыре призовых места. Ну, практически ниже третьего места они не опускались. Ну, то же самое нужно сказать и про команду Франции. Весьма стабильно на их счету две победы. Правда, они пропустили и шведов в этом рейтинге. Ну, шведы сегодня огорчают всех. Но зато не обращали на себя внимание предыдущие дни и сейчас лидером общего зачета Кубка мира у мужчин является швед Себастьян Самуэльсон, который сегодня побежит на заключительном этапе. Две победы в его активе и невыразительное начало. Сороковое место в индивидуалке. Ну, а тройку сильнейших в общем зачете замыкает Ветли Шостат Кристиансен из сборной Норвегии. И сегодня именно этот спортсмен будет представлять сборную Норвегии на заключительном отрезке. У Тария Бе четвертая позиция. Лучший из россиян Эдуард Латыпов в пятой в общем зачете. Александр Логинов пока на четырнадцатой позиции. Но сегодня Александр Логинов в порядке. Вы видите, что очень уверенно проводит свой этап. Блестяще справился со стрельбой. Сейчас отставание сборной России двадцать секунд составляет. В общем, все неплохо. Пока мы в деле. Да, говоря о стабильности норвежцев, конечно же, нужно упомянуть и очень ровное выступление в прошлом сезоне команды России. Ниже четвертого места она не опускалась. Ну и, разумеется, бронзовая награда на чемпионате мира. А потом еще на заключительных этапах было серебро. И сейчас борьба за победу в этой эстафете для российской команды еще не закончилась. Несмотря на то, что Ветли Кристенсен уходит на последний этап у норвежцев. И за ним опускается Эдуард Латыпов. Эдуард в прошлом сезоне был неподражаем на некоторых эстапетах на финишном этапе. Может быть, те чудеса, которые он творил год назад, сможет повторить и сейчас. Ну, молодец Эдуард. Очень здорово прошел спринт, остался в шаге от пьедестала почета. Два рубежа отработал без штрафа. В общем, неплохо выглядел и ногами. Но я думаю, что будет он еще набирать по ходу нынешнего сезона форму. Ну, а за сборную Франции на заключительном этапе прибежит Кентен Фион Мае. Опытный финишер, который неоднократно зарекомендовал себя как хороший боец. Он обладает и хорошей скоростью, и достаточной точностью в стрельбе. Что касается сборной Германии, то на четвертом этапе ее будет представлять Филипп Наврот. Ну, а сборную Швеции, простите, Италии, Доминик Виндиш. За сборную Украины на заключительном отрезке побежит Антон Дудченко. Итак, ну, две, наверное, такие группировки сейчас можно определить. Это первую тройку Норвегия, Россия, Франция и группу преследования Германия, Италия, Украина. Ну, конечно же, и тех, кто окажется сейчас во втором, в третьем формировании, не будем сбрасывать со счетов. Ведь там будет и команда Беларуси, которую Максим Воробей сейчас выводит на девятую позицию. Но смотрю на отставание. Две минуты, то есть 40 секунд от ближайших соперников впереди. У швейцарцев под тринадцатым номером и у других это довольно большая фора. Лучший ход на третьем этапе показал ожидаемый Йоханна Стинесбео. Десять секунд ему уступил Александр Логинов. Восемнадцать секунд Симон Дэстьё. Максим Воробей сборной Беларуси показывает третий результат. Четырнадцатисекундное отставание. Ну а я лишь дополню эти итоги, что у Логинова с учетом, конечно же, стрельбы практически одинаковый результат с Йоханна Стинесбео. Разница в одну секунду у Дистьё. Третий результат Максим Воробей прошел неплохо с пятым итогом на третьем этапе. Ну а вот Богдан Цимбал показал только двенадцатый результат. И то пока еще не все команды завершили третий отрезок. Итак, Ветли Шостед Кристиансен подходит к отметке 23,8. Будем смотреть, сколько он будет выигрывать у Эдуарда Латыпова. Кристиансен опытный финишер. Мы все прекрасно помним, как он разбирался со своими соперниками в финишном створе. Итак, Латыпов проходит 18,9. На передаче 20-секундном отставании было сборной России. Сейчас оно немного сократилось. Молодец, Эдик. Неплохо начал свой отрезок этой эстафетной гонки. Ну и давайте смотреть за Кентеном Фионом Майе. В общем, неплохо он выглядит в нынешнем сезоне. Хотя, может быть, и не показывал тех результатов, на которые мы абсолютно вправе рассчитывать. Но все-таки восьмое место в стартовой гонке 20-километровой француза и бронзовая медаль в спринте, в последнем спринте, который позволит Фиону Куинтану стартовать завтра в гонке преследования. Соответственно, третьим все-таки такое неплохое начало, мягко говоря, которому могли бы позавидовать очень-очень многие. Нет, спринт он прекрасно пробежал, предыдущий, но вот на первом или, как сейчас говорят, вводном, да, этапе Кубка Мира или... Открытие. Этапе Кубка Мира, открытие, да, он был только лишь восьмой в индивидуальной гонке, 32-й в спринте, что, в общем, мы все знаем, француз может гораздо лучше. Сегодня проходили соревнования еще и Кубка IBU, это и второй биатлонной международной лиги. Они проходят в Норвегии, неподалеку от Лили Хаммера, там, где собрались представители других северных лыжных дисциплин, лыжники-гонщики, двоеборцы, прыгуны на лыжах с трамплина. Так вот, в Шушоне очень интересные результаты и очень интересные гонки. Ну, я имею в виду, прежде всего, сегодняшний масс-старт, большой масс-старт для 60 участников. Это сравнительно новая формула, хоть и не первый год уже, практикующаяся пока только на Кубках IBU, я думаю, недалеко то время, когда она появится и на Больших Кубках Мира. Так вот, у мужчин выиграл Антон Бабиков, Ильнас Мухаммедзянов, другой россиянин, занял 23 место, Никита Поршник был 33, Евгений Гораничев 37. Белорусы в топ-10 были, это Роман Елетнов и Иван Тулацин, а лучшим у украинских биатлонистов в этой гонке был Виталий Труш. Кстати, Антон Бабиков выиграл и накануне спинтерские соревнования, так что, в общем, за счете Кубка Мира, он пока лучший из россиян, упростите, Кубка IBU, конечно же, на шестом месте. Ну, о результатах этого турнира еще будет время сегодня упомянуть, а сейчас следим, конечно же, за важными событиями в Остерсуне. Итак, у Кристиансена 100% точных попаданий на лешке, так же, как и Йоханна Сбео, он еще не промахивался в нынешнем сезоне из этого положения. Посмотрим, что будет сегодня. Но, как мы уже сказали, ветра практически нет, вы видите, что флажки так нехоти подергиваются на рубеже, но мажет, мажет последним выстрелом Кристиансен. Смотрим, чем ответит Эдуард Латыпов. У Латыпова в нынешнем сезоне процент 90. Итак, требуется также дополнительный патрон. Молодец, справляется. Из шести закрывает он все мишени. Да и вообще начал этот сезон Латыпов просто здорово. Седьмое место в стартовой гонке. И одиннадцатый результат в первом Остерструнском спринте. Четвертое место. Вообще свои практически лучшие результаты в карьере почти показывает Эдуард Латыпов. Ну, конечно, лучшие. Об этом свидетельствует его четвертая позиция в общем зачете Кубка мира. Итак, следим за стрельбой Фиона Майе. Он отработал без дополнительных патронов. Посмотрим, каким будет отставание сборной Франции. На предыдущей отметке оно составляло 50 секунд. Сейчас, наверное, немного сократится. Итак, 44 секунды отставания французов относительно сборной Норвегии. И 30 секунд выигрывает сборная России у французов. Что ж, вот это, конечно, не очень обнадеживает. Первым в этом трио преследователей заканчивают стрельбу немец на врат, оставляя и Дудченко, украинца, и Виндиша, итальянца пока на лёжке. И, судя по всему, итальянскому биатлонисту придётся преодолеть как минимум один штрафной круг, а вот Дудченко убегает пятым. Да, не справляется Доминик Виндиш. Справляется всё-таки, но... Ну, как считать, понимаете? Мне кажется, что для Виндиша три дополнительных патрона это не справляется, потому что в эстафете необходимо стрелять с пяти, тем более на последнем этапе. Ну, максимум один-два дополнительных, но никак не оставлять один на один, что называется. Опытнейший спортсмен, кстати, побеждавший здесь два года назад на чемпионате мира в Мастарте, это Доминик Виндиш. Я уж не говорю про его призовые места и на Олимпийских играх, причём не один раз и на чемпионатах мира, хоть и смешанных эстапеток. Кстати, и в спринте на последней Олимпиаде, ведь он был вторым тоже, но вот и такие асы тоже иногда не выдерживают волнения. О чём и речь. О чём и речь. Ну, радует то, что выдерживает Эдуард Латыпов. По-прежнему сборная России на второй позиции. Следим за тем, как эту гонку проходит сборная Швеции, несмотря на то, что шведы уже не борются за медали. Себастьян Самуэльсон представляет шведский квартет на заключительном отрезке. На отметке 24,6 Самуэльсон проигрывал 2,40 с одним штрафным кругом шведы и 12 дополнительных патронов. Ну и пока Латыпов всё-таки догоняет постепенно, подбегает к Крисенсену. Ещё отвлеку ваше внимание результатами Кубка IBU в Норвегии. Бабика выиграл две гонки подряд. Спринт и большой масс-старт. А первой дисциплиной был суперспринт. И он остался за норвежцами Андерсеном, Бьёртегардом, немец Стрелов был третьим. Кстати, лучший из россиян Антон Бабиков единственным был финалистом в суперспринте. Отмечу также ещё участие в финале этой гонки Дениса Насыка и Андрея Доценко, украинских спортсменов. Кстати, встретил ещё знакомые фамилии Марка Гросса, сын знаменитого немецкого биатлониста и тренера. Ну, наверное, и фамилию Цингерли итальянскую тоже здесь в этом контексте упомяну. Я не исключаю, что это тоже родственники знаменитого биатлониста итальянского Цингерли. Итак, сборная России. 15 секунд отставания от лидера. Таким же отставанием было и после стрельбы. В одни ноги идёт Эдуард Латыпов с Светли Шостетом Кристиансеном. Ну и не приближается, слава богу, Фион Мае, что тоже не может не радовать. 30 секунд сохраняется преимущество сборной России. Завтра здесь на этапе Купта Мира в Остерсунде состоятся гонки-преследования у мужчин и женская эстафета. В составе сборной России побегут Резцова на первом этапе, Куклина, скорее всего, на втором. По поводу Нигматулина и Мироновой пока стопроцентной информации нет. Михаил Шашилов, наставник женской сборной, сказал о том, что будет разговаривать со спортсменками и примет окончательное решение. Но в любом случае это ещё не официальная информация. Конечно, мы отдаём основную часть телевизионного внимания лидерам. И я о тех, кто остаётся за кадром, несколько слов. Прежде всего, о команде Беларуси, за которую на последнем этапе выступает Антон Смольский. И он сейчас держится седьмым, ну, хоть и на довольно солидном временном отдалении, больше двух минут. Но, во всяком случае, вот тот провал, который был у беларусов после первого этапа, ну, можно сказать, ликвидирован. Если не полностью, то, во всяком случае, заметно очень. Итак, заключительный огневой рубеж мы ждём в исполнении лидеров. Вэтлиш Остер Кристиансен подходит к этому огневому рубежу на первой позиции. 80% точных попаданий на стойке в нынешнем сезоне. Что касается Латыпова, то у него абсолютный стопроцентный показатель. Надеемся, что он не изменится и после сегодняшней эстафеты. И 15-секундное преимущество сборной Норвегии. Что же, очень интересно будет понаблюдать за этой дуэлью. Нам показали наставников, и Зигфрид Маза, и Максим Максимов. Сейчас, конечно, нервничают, наверное, даже больше, чем сами спортсмены. Итак, с промаха начинает Кристиансен. Латыпов готовится. Классика биатлона. Последний этап. Две команды. И нервничает, очень нервничает норвежец. Промахивается и Латыпов первым выстрелом. Есть промах у норвежца. И два промаха у россиянь. Три промаха. Эдик. Ну, надо пасаться и Дисьо. Итак, закрывает норвежец. Три на три остается Латыпов. Есть. Два патрона на две мишени оставшиеся. Фион Майе может очень быстро стрелять, что он сейчас и делает. Обратите внимание. Итак, из пяти закрывает он все мишени. Сборная Франции уходит на второй позиции. Эдик. Круг. У сборной России круг. Не справляется с психологическим давлением Эдуард Латыпов. Который подарил шансы команде Германии побиться за пьедестал. Да нет, я думаю, что у Германии даже с учетом стрельбы из пяти не будет шансов побороться с Латыповым. Будет преимущество сборной России как минимум 10-секундным. Ну смотри наворот, как пулеметят. Он прекрасно понимает, что Латыпов ушел на круг. В общем, посмотрел наверняка на его мишени. Сделал попытку отработать с риском. Но сейчас, я думаю, будет добивать уже наверняка. Итак, уходит Латыпов на третьей позиции. 49 секунд отставания сборной России. Отставание относительно сборной Франции. 29 секунд. И я думаю, что здесь уже, наверное, интриги не будет. На этом заключительном круге сборная Германии. В 17 секундах от сборной России. Ну, нет, наворот, конечно, я думаю, не должен доставить серьезных трудностей Латыпову. 20 секунд практически разделяет команда Германии и России. Да, Латыпов на последнем эстафетном круге, как показал прошлый сезон, недосягаем. Догнать-то он может кого хочешь. Ну, а уж убежать ему не составит труда от не самого быстрого преследователя. Но, наверное, все-таки немножко рановато пока распределять призовой пьедестал. К тому же, посмотрите, на этом подъеме уже в непосредственной близости от Кристиансона Фион Майе. Но это только кажущееся впечатление. Все-таки 20 секунд – это много для оставшихся всего лишь навсего двух километров дистанции. Здесь достаточно крутой отрезок, и, конечно, камера немного приближает спортсменов, потому что, если смотреть на самом деле, там отставание-то очень приличное. Но пока вроде бы справляется. Справляется Эдуард Латыпов с финишным кругом. Кстати говоря, тренеры отмечали, что есть проблема у сборной России именно с финишным отрезком. Не хватает пока наших ребят на то, чтобы отработать его на все 100%. Будем надеяться, что сборная России будет разгоняться от старта к старту. Ну и сегодня Эдик еще поборется, наверное. Но как минимум должен он выдержать эту скорость. Я думаю, что в текущей ситуации, в ситуации текущей гонки, это, наверное, было бы очень правильно. Проработаться и постараться решить свою личную задачу. С учетом того, что, в принципе, на финишный расклад, наверное, вряд ли что-то может повлиять. Напомню, что в прошлом году сборная России до конца января в эстафетных гонках занимала исключительно только четвертые места. Обидные, наверное, немножко. И к концу сезона уже стала стабильным призером. Ну а нынешний олимпийский сезон Россия начинает с третьей позиции. Мне кажется, в этом контексте вполне неплохое начало. Но все-таки, действительно, предлагаю дождаться все-таки финиша для того, чтобы подводить итог и делать окончательные выводы. Но то, что могу сказать по картинке, мне кажется, что Латыпов сохраняет скорость. Видно, что неплохо работает, хотя и чуть-чуть тяжеловато. Такое ощущение, как будто на физиологическом загрузе сейчас идут ребята. Видно, что большую работу силовую провели в этом подготовительном сезоне. И об этом говорили в том числе и наставники команды. Итак, Филипп Наврат. Пять секунд отыграл. Но не пять секунд. Пятнадцать он уходил. Четырнадцать сейчас осталось. В общем, я думаю, что все нормально. Все на контроле. Тем более, что осталось буквально два тягуна и выкат в финишный створ. Ну, а сборная Норвегии готовится принимать поздравления. В очередной раз отпраздновать победу. Даже в таком экспериментальном составе. Напомним, что сегодня в этой гонке Стурл Холма Лагрейда заменил Бакен на первом этапе. Очень достойно и не хуже, я бы сказал так. Да, и у норвежцев теперь появляется полноценный запасной. На всякий случай, что называется. Да, и в олимпийском сезоне это, конечно, очень ценно. Ну, а я успею еще до финиша победителей призеров эстафеты. Очень коротко сказать о результатах основных Кубка IBU для женщин. И масс-старт сегодня. Длинный масс-старт, большой масс-старт выиграла норвежка Femmsteinvik. А вот Анастасия Шевченко, россиянка, задела второе место накануне, выиграв спринтерскую гонку и в суперспринте. Шевченко Анастасия была третьей. И сейчас она уверенно возглавляет этот турнир. Ну, и сегодня еще в этом самом масс-старте большом Екатерина Носкова была четвертой, Наталья Гербулова пятнадцатая, Анастасия Гореева семнадцатая, все россиянки лучшие в украинской команде. Ирина Петренко двадцать вторая, Людмила Ахатова Казахстан тридцать третья и белорусско-ковалевская сорок вторая. Итак, сборная Норвегии завершает эту гонку. Мы поздравляем их с победой в первой эстафете нынешнего сезона. На второй позиции финиширует сборная Франции. И здесь Кентен Фион Мае, который блестяще провел заключительную стрельбу и обеспечил для своей команды серебряные награды. Ну а мы ждем, когда в финишном створе появится Эдуард Латыпов и сборная России, которая готовится завоевать свою первую награду в нынешнем кубковом сезоне. Итак, давайте еще раз назовем имена тех ребят, которые сегодня представляли сборную России в этой гонке. Первый этап Карим Халили, второй этап Даниил Сирохвостов, Александр Логинов на третьем и наш финишер Эдуард Латыпов. Да, возможно, не все сложилось на заключительной стрельбе, но тем не менее, у России сегодня первая награда в этом сезоне.